Представляю участников сегодняшнего сравнения. Грузинский коньяк Дбили шестилетний, а также коньяк Дбили восьмилетний, ну и конечно же коньяк Дбили десятилетний. Я уже рассматривал шестилетний Дбили в отдельном видеоролике, поэтому вопросов к этому состязанию осталось всего три. Кто из Дбили окажется лучшим? Стоит ли переплачивать за десятилетний? Ну и какие места они займут в моем алкарейтинге? И доброй пятницы! С вами пятница, и ее завсегдатый алкавитек. Выпьем. И сегодня я подготовил три бокальчика. Чтобы не запутаться, я их подписал. Ну а сами бутылки Дбили выглядят одинаково. Белое прозрачное стекло, белая этикетка с тиснениями, глубокая впадина на дне. Отличаются они только золотистой римской цифркой. Шесть, восемь и десять. Да начнется битва за звание теплейший. Наполним сразу три бокала, и действовать будем по системе 2ST. Сравнивай сразу три. Ну и начнем с десятого, раз уж он у нас здесь. Далее пойдет восьмой. Чпок был более высокий. Ну и последняя шестерочка. Лучший чпок оказался у шестерочки. А для соревнования я придумал несколько категорий, в которых каждый из Дбили будет получать очки. И тот Дбили, который заработает больше всего очков, получит звание теплейший и одержит победу в этом соревновании. Если к финишу придут два Дбили ноздря в ноздрю, я придумаю еще какую-нибудь категорию и выберу победителя. А первая категория называется темнее светлого. Здесь я буду сравнивать коньяки по цвету. Во всех Дбили присутствует сахарный краситель колер, поэтому сравнивать их по цвету не имеет большого смысла. Они все выглядят одинаково. Ни темнее, ни светлее. Реально одинаковые. И в категории темнее светлого каждый из Дбили получает по три очка. Следующая категория называется держи нос по ветру. Здесь я буду тестировать ароматику. Начнем с шестерочки. Запах коньяка присутствует, запах спиртика слабенький. Восьмерочка. Запах спиртика сильнее, запах коньяка примерно на том же уровне. Десяточка. Практически отсутствует запах спирта, но и запах коньяка ослаблен. Еще раз. Шестерочка очень хорошо пахнет и запах спиртика слабенький. Восьмерочка. Восьмерочка пахнет примерно как шестерочка, но почему-то запах спиртика сильнее. Десяточка. Слабый запах коньяка, слабый запах спирта. В категории держи нос по ветру Дбили шестилетний получает три очка, а его оппоненты получают по два очка. Почему я назвал это состязание битвой за звание теплейшей? Да потому что Дбили переводится с грузинского как теплый. И победитель среди этих коньяков получит звание его теплейшество. Ну а мы переходим к категории о вкусах спорят. В этой категории каждый Дбили может получить по пять очков. Будем пробовать. Начать почему-то хочется с восьмилетнего. С него и начнем. Десятилетний. В десятилетнем меньше спиртика, больше вкуса дуба. Он такой более терпкий. Но в восьмилетнем сочетание вкуса коньяка и вкуса спирта, на мой взгляд, уравновешенно. Шестилетний. Я не знаю, почему так. В шестилетнем больше всего спирта и больше всего вкуса. Дбили вообще очень вкусный коньяк. Именно сила вкуса в нем самая нажористая. Среди тех коньяков, которые я пробовал. Пробуем еще раз. Десятилетний. Да, есть вкус, много дуба, практически отсутствует спиртик. Шестилетний. Много вкуса, больше спирта, меньше дуба и больше груши и сухофруктов. Восьмилетний. Восьмилетний, мое почтение. Идеальное сочетание вкуса дуба, сладости, сухофруктов и спиртика. Но если по-честному, в этой категории, конечно же, пять очков получает десятилетний. Четыре очка получает восьмилетний Дбили. И четыре очка получает шестилетний Дбили. Хоть в нем и повышенная спиртуозность, но вкуса у него больше, чем у восьмилетнего. И больше, чем у десятилетнего. Ну а следующая категория, почем на Руси пить хорошо. Ценообразование. Шестилетний Дбили я купил за 688 рублей. Восьмилетний Дбили я купил за 909 рублей. А десятилетний Дбили я купил за 959 рублей. Разница между восьмерочкой и десяточкой всего полтинник. Поэтому здесь просто надо выбирать, какой больше нравится. Но по стоимости в этой категории побеждает шестилетний Дбили. Так как 688 рублей очень приятная цена. И очки я распределю так. 3-2-2. Производитель этого коньяка компания Грузинский Винный Дом. Производство расположено в городе Гори, 150 километров от Кахетина Гурджанского региона. Откуда родом виноград для дистиллятов этого коньяка. Ну а следующая категория. Ц2H5 Он Наш или Спиртяжка. И эта категория неразрывно связана с последней категорией, которую я назвал Анастезия Валерьевна. Пора язык промочить. Начнем с десяточки. Там самая слабая спиртяжка. В запахе почти полное отсутствие. Во вкусе спиртяжка присутствует, но совсем чуть-чуть. Анестезия очень слабая. Практически нет. На кончике языка. Следующая восьмерочка. В запахе спиртяжки уже чуть-чуть побольше, чем в десятке. Во вкусе спиртяжка присутствует. Как я и говорил, баланс. Верхняя губа, нижняя губа. Немножко щечки задевает анестезию. Мне нравится. Ну и, конечно же, шестерочка. Много вкуса. Много спирта в запахе. Да, здесь, конечно, спиртяжки побольше, чем в восьмерочке. Естественно, побольше, чем в десяточке. Но анестезия почему-то от восьмерки не отличается. То есть она тоже верхняя, нижняя губа. Кончик языка. Центр языка. Мне нравится. Итак, в категории С2H5 он наш спиртяжка. Побеждает Дбили восьмилетний. За баланс спирта и вкуса он получает три очка. Десятилетний получает два очка за отсутствие спирта. А шестилетний получает два очка за переизбыток спирта. Ну и в категории Анестезия Валерьевна очки распределяются следующим образом. Опять же, три очка получает восьмилетний Дбили. Два очка получает шестилетний Дбили. И одно очко получает десятилетний Дбили. Ну и по итогу подсчета голосов шестилетний Дбили набрал 18 очков. Восьмилетний Дбили набрал 16 очков. И десятилетний Дбили тоже набрал 16 очков. Победителем безоговорочно является шестилетний Дбили. Цена, вкус, спиртик, анестезия. В совокупности сделали его теплейшим. Ну а этим двум участникам предстоит еще одно состязание. Которое добавит к одному из них одно очко. И это будет состязание чпоков. Десятилетний. Восьмилетний. Громче, плотнее. Еще раз. Десятилетний. Восьмилетний. Да, восьмилетний получает еще одно очко. И становится на второе место в этом соревновании. Ну а моим фаворитом в этом соревновании остается восьмилетний Дбили. Мне он понравился больше всего. Переплачивать 50 рублей за десятилетний не имеет смысла. Да и за восьмилетний по большому счету тоже. Но если хочется баланса, то придется заплатить. Ну и какие же места эти коньяки займут в моем алкорейтинге? Шестилетний Дбили на данный момент занимает 7,5 баллов. На сайте алкорейтинга восьмилетний и десятилетний Дбили я определю около 7,8-8 баллов. И они будут одинаковые. Потому что разница в них минимальная. Ну и если в пятницу праздник не стучится к вам в дом, просто построите для него дверь. Подписывайтесь на канал. Пользуйтесь алкорейтингом. Подписывайтесь на телеграм-канал. До встречи в следующую пятницу.